Льгота Льготы нужно быть прописанным в том жилье, за которое осуществляется оплата. Не должно быть задолженностей по оплате капитальных ремонтов. Это 50% от начисленной суммы, умноженной на долю инвалида, проживающего в данном помещении, но не более нормативов, которые определены стандартами. Этих нормативов шесть, я сейчас на них не останавливаюсь. То есть расчёт для каждого инвалида, для ребёнка, проживающего в семье, и для его родителей будет индивидуальным. Расчёт производит Управление социальной защиты населения. Процесс этот автоматический, то есть никуда приходить и подтверждать право на льготу не нужно. Выплаты начнутся с 1 марта. Вторую категорию льготников определило правительство Челябинской области. Это пожилые люди 70, а также 80 лет и старше. Условия предоставления льготы. Нужно проживать в Челябинской области, быть зарегистрированным в жилье, на которое начисляется оплата за капремонт. Граждане, которые имеют инвалидность, они могут быть не собственниками помещения, при этом они будут получать возмещение для пенсионеров 70-80 лет. Обязательно они должны быть собственниками помещения. Также в жилье не должно быть зарегистрировано граждан моложе 70 лет. Гражданин должен не иметь работы. Не должно быть задолженности по оплате за капитальные ремонты. Размер компенсации для 70-летних. Для одиноко проживающего гражданина это будет 180 рублей в месяц. Для проживающих вдвоем 120 рублей на человека. Троем 60 рублей на человека. Что касается тех, кто достиг 80 лет. 361 рубль для тех, кто живет один. 241 рубль на каждого из проживающих вдвоем. 120 рублей на 80-летних членов семьи, проживающих втроем. Выплата носит заявительный характер. Граждане будут получать специальные приглашения. Начнутся выплаты с 1 марта. Напомним, общее условие для всех категорий – отсутствие долгов по оплате за капитальные ремонты. Управление социальной защиты убедительно просит граждан не осаждать коридоры социальных служб. Все будет оформлено вовремя и по закону. Без компенсации никто не останется.